К 10-летнему юбилею Московский Международный Дом Музыки получил долгожданный подарок – новую акустическую систему для Светлановского Зала. В ее основе – компьютерная обработка звука. Благодаря новым микрофонам, динамикам и процессорам, теперь Светлановский Зал одинаково хорошо подходит и для исполнения классической музыки, и для джаза, и даже для рок-концертов. В электронных тонкостях нового звучания разбиралась Марина Губина. Владимир Спиваков на репетиции национального филармонического пока не в роли дирижера. В Светлановском Зале после установки нового акустического оборудования он впервые. Пока оркестр исполняет Шуберта, Спиваков проходит по залу, вслушивается, после делится впечатлениями. А я сегодня, когда вошел в зал, я подумал, что это играет Чикаго симфония, честно вам признаюсь. Появилась четкость, появился объем, появился тембр, что очень важно. Австриец Хазельбек впервые дирижирует в зале с электронной акустикой. Сначала слушает оркестр, после садится за орган. Хазельбек признается, не удержался. Прославившийся сначала как органист, он просто не мог не проверить, как звучит инструмент в зале со столь умным оборудованием. Мой родной зал – это Мюзик Феррайн Вене. И обычно мне требуется время, чтобы привыкнуть к акустике какого-либо другого зала. Но сегодня я почувствовал себя как дома. Создание электронной акустической архитектуры – это то, чем занимались в Сыклановском зале последние полгода. Изменения внешние заметит лишь внимательный зритель. Над сценой и залом разместили больше 100 микрофонов и 160 громкоговорителей. Места их расположения выверялись точностью до миллиметра. Звук от микрофонов передается вот в такие процессоры. Именно здесь данные о нем обрабатываются. Происходит перенастройка. В считанные доли секунды преобразованный звук поступает в громкоговорители. Зал может быть хорош для исполнения классической музыки, но совершенно не пригоден, например, для рок-концертов. Наша система позволяет создать практически универсальный зал. После установки системы Constellation американской фирмы Mayor Sound, один светлановский зал можно будет превращать в 11 разных залов, регулировать объем помещения, виртуально, конечно. 11 звуковых настроек для 11 разных музыкальных жанров. Симфоническая музыка, камерная, хоровая, оперная, джаз, даже рок. Менять настройки можно одним нажатием кнопки на обычном ноутбуке или даже телефоне. Когда мы регулировали и отлаживали органный режим, несколько дней назад туда мы сидели рядом с Джоном, и я говорю, ну давайте попробуем 2,8 секунды реверберации. Да, пожалуйста. А давайте уберем там раннее отражение. Ну давайте уберем. А немножечко сделаем потише задний ряд, да, сделали, да. А теперь 4 секунды, как в соборе, одним движением руки. Вот этот действительно управляется очень просто. Разработчики заверяют, теперь в Доме музыки одинаково хорошая слышимость будет во всех местах зрительного зала. Музыканты тоже почувствуют изменения. Акустика и на сцене станет лучше. 21 декабря национальный филармонический вновь выйдет на эту сцену. В праздничном концерте в честь десятилетия Международного дома музыки с ним вместе выступят хиблогер Змава Денис Мацуев. Оценивать этот акустический подарок теперь будут многие звезды мировой сцены. Марина Губина, Павел Каратаев, Александр Понюхов. Новости культуры.